Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь за границей». Том 9. Вопрос 2257. «Какие наиболее сильные документы вы считаете жизненными от Русской православной церкви за границей после начала раскола в ее рядах, чтобы, выполнив эти свои же решения, они бы избегли худшего, всего того, что потом и свалилось на нее?» Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин. Это, конечно же, послание митрополита Виталия, аннулирующее, цитата, «октябрьский переворот». Есть на это событие история, как, не вопросив Господа, заключили союз, но потом все же нашли выход из щекотливого вопроса и своего же решения по нему. «Прочтите указанное место». Оно как раз по теме. Иисуса Новина, 9 глава, 14 стих. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Цитата. «Окружное послание высокопреосвященнейшего митрополита Виталия, первоиерарха Русской Православной Церкви за границей. Всечестные архипастыри, возлюбленные отцы, братья и сестры, желая сохранить мир и единство среди нас, вновь обращаюсь к вам как первоиерарх Русской Православной Церкви за границей, ибо считаю своим долгом высказать суждение о положении, сложившемся после архиерейского собора, состоявшегося в октябре 2000 года. Признавая высшим органом управления, собор архиереев, которому и я, первоиерарх, также подчинен. Все же хочу напомнить, что нет такой земной церковной инстанции, которая могла бы быть непогрешимой в истине. История сохранила многочисленные примеры, когда целые поместные церкви очень продолжительное время были заражены ересями и другими духовными недугами, и это отражалось в соборных решениях. В таких случаях последующие соборы вынуждены были отменять неправильные решения предыдущих. С большой скорби мы наблюдаем ныне смятение и соблазн, вызванные среди нашего клира и мирян постановлениями и посланием архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей. Мы должны с большим сожалению признать, что некоторые наши собратья сочли возможным восприять и почтиться проводить иной курс нашей церкви, чем то, что было заповедано нашими предшественниками. Не имея собственной власти исправить содеянное, не могу и молчать далее, видя, как последствия наших ошибок нарушают духовную жизнь паствы и вызывают нестроение. Считаю необходимым в ближайшее время, критически пересмотрев основные положения и документы, созвать новый собор, который будет иметь законное право отменить некоторые наши решения. После глубокого осмысления мы теперь считаем ошибочными некоторые деяния собора, представляющие собой попытки сближения с мировым экуменическим сообществом в целом и к неоправданным контактам с Московской Патриархией в частности. Это нашло свое отражение в следующих документах и решениях собора. Первое. Так называемая, цитата, социальная концепция Московской Патриархии, это чисто римско-католическое понятие, чуждое православное церкви и, несмотря на свои, может быть, и добрые декларации, отнюдь не несущие в себе чего-либо хорошего для православного человека. Эта доктрина не несет на себе никакого отпечатка покаяния за прошлые ошибки и ни в коей мере не может перечеркивать предательскую декларацию 1927 года. Второе. В кавычках прославление святых новомучеников Московской Патриархии, совершенное под давлением верующего народа, сопровожденное рядом унизительных оговорок, полностью исключающее эсхатологическое значение цареубийства. Не может нас радовать и утешать. Мы все знаем, что святые царственные мученики пострадали именно в связи с их царственным служением. Их убиение было знаковой частью замышленного разрушения богоустановленного православного государства. Своими же компромиссами и ложью о царственных мучениках, непризнанием подвига царских слуг, Московская Патриархия сознательно уводит паству от духовного осмысления совершенного злодеяния. Московская Патриархия, которая в свое время участвовала в гонении исповедников, ни в чем не покаявшись, теперь их прославляет. Иначе, как духовным цинизмом, совершенно недопустимым в церкви это назвать нельзя. Мы не можем также не заметить, что эта же печать о лжи лежит и на «прославлении» новомучеников, среди которых Патриархия не погнушалась не признать священномученикам Иосифа Петроградского. Мы не склонны разделять мнение некоторых наших собратьев о якобы духовном возрождении, происходящем в России. Согласно поступающим нам сведениям, в России происходит не духовный подъем, но лишь золочение куполов в храмах, в которые, по слову преподобного епископа, простите, по слову святого преподобного Амвросия Оптинского, будет ходить нельзя. В связи с этим мы поддерживаем, молимся и стремимся духовно укрепить те наши малые общины, которые, несмотря на бессовестные постсоветские законы, держатся в лоне нашей церкви, невзирая на все тяготы нынешнего бытия. Создание некой комиссии по единству с московской патриархией следует однозначно признать ошибкой архиерейского собора. Никакой подобной комиссии не может быть создана, ибо предмета для ее работы нет. Сербская патриархия в 1920 году принимала нас как бездомных изгнанников, сохранив за нами канонический статус русской церкви по 39 правилу 6 Вселенского собора. За это мы пребываем пред ней в неоплатном долгу и великой благодарности. Но после Второй мировой войны, существовавшая при Титовском коммунистическом правлении, церковь уже не есть та церковь святейшего патриарха Варнавы, которая в свое время приютила русских изгнанников. Подчинение властям и участие в межцерковном экуменическом движении не позволяет нам просить о евхаристическом единстве с сербской патриархией, возглавляемой патриархом Павлом. Нам горько сознавать, что именно теперь, когда апостасийные процессы в мире достигли разрушительных высот, соборное воззвание не призвало паству быть втрое бдительной капостасии. И также горько сознавать, что наши новые назначения епископов на кафедры в Западноевропейской епархии и в России принесли столько смуты и волнений. Наши пастыри и благочестивое паство всегда шли со своими преосвященными бок о бок. Этим и была сильна русская православная церковь. Пастыри не есть безответственные исполнители высших приказаний церковной власти. Они в первых рядах служителей Христа и чад Его. Они не чиновники, которых можно направить одним расписанием и держать в подчинении угрозами. Они рабы Господни, как и все мы. Они наша живая сила и их нам нужно беречь, как зеницу ока. И не допустить, чтобы они предались отчаянии и ушли в раскол, дабы с ними не понести эту страшную ответственность. Я, как четвертый первоиерарх в русской православной церкви за границей, продолжаю непреклонно идти по стопам блаженнейших митрополитов Антония, Анастасия и моего блаженнейшего предшественника Филарета, мощи которого были обретены нетленными в 1998 году, что является явным знаком свыше истинности пути, по которому он всю свою жизнь шел. «Посему призываю всех вас к терпению и прошу не делать скоропалительных выводов и поступков. Мы живем в непростое время, и враг нашего спасения всегда готов уловить нас в своей сети. Я же вновь обращаю к вам свой призыв. Не бойтесь, малое стадо!» Лука 12,32 «Господь с нами! А ежели Господь с нами, кто против нас? Не забывайте, что для нас самое страшное – отойти от истины, то есть от Христа». 22 июня 2001 года Святой Кирилл Архиепископ Александрийский Митрополит Виталий «Прошу всех отцов-настоятелей огласить сие послание Самвона, желательно его размножить для прихожан». «Что будет дальше? Как предусмотреть второй этаж последствия от взрыва? Не первые ступени и не треть, не половину. Как быть здраву, живу? Что воспоследствует? Сказать ли, промолчать, пойти в расход или скрыться в табакерке?» «На да и нет ни подпись и печать, но на последствия карман хребет примерить?» «Как знать все перспективы от знакомства, нанизанные бусинкой пунктиром?» «Предвидеть осложнение непросто, просвечивая вдаль и вглубь все шире. Не хватит разума, кичливости всезнайки, мерцания опыта, довольного для всех. А для себя тоска грызет пиявкой не только глупому, но курицам на смех. Ни мудрости, ни знания не хватает свою беду руками развести. Последствия от замыслов охают. Мои же доводы, от коих не спастись. Изнемогая от просчетов прошлых, смиренно опускаюсь на колени. Мыслишки доскакали мелкой бложкой до главного. «Мне не поможет гений, но только всемогущий Искупитель, исхитивший от бесконечных дум, конечное и вечное из Библии откроет, высветит, не так, чтоб наобум. Не погрешить, своим не захлебнуться, молитвой разгребая все завалы. Из домыслов и глупостей прорвусь я, цель всеконечная небесная предстала. С утра пораньше освежусь прохладой, прислушиваюсь я, стоя на молитве. Как иегова сбрую мне пригладит в компьютер разума развернутые свитки». 8 мая 2004 года. Игнатий Лапкин.